Всем привет ребята, с вами эксперт по обновлениям кентапк. Прямо сегодня я расскажу, что же добавили, что же изменили в новом обновлении 0.13.7. Но изначально хотел бы сказать то, что разработчики, вы большие молодцы и лично от меня вам респект. Ну а вы, уважаемые зрители, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, а мы начинаем. Я думаю вы только что видели розовый фон и вы меня спросите, кентапк, как ты это сделал? Ребят, ну какое же обновление без багов? И это был очередной баг. Хрен у вас знает, как я это сделал, но оно как-то вышло. Я уверен то, что многие из вас подумают, кентапк, ты сейчас просто все будешь высасывать из пальца. Ребят, ничего подобного. Просто посмотрите на вот это. Только ради этой функции уже стоило снять видео. Так, где эта функция? А, вот, 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 вот. Внутри игровые уведомления. Есть такая галочка, вы ее можете включать, можете выключать. Я очень благодарен разработчикам и все ютуберы тоже, потому что теперь никакой школьник не будет мне флудить специально сообщениями, никто не будет меня дудосить и так далее. Только у меня один вопрос, почему это сделали только тогда, когда начались доз-атаки хакеров? То есть до доз-атак хакеров никто не занимался этими уведомлениями, хотя по сути это не так-то и сложно реализовать. Но все равно большое спасибо, я очень вам признателен. И как бы это странно не звучало, но большое спасибо и хакерам, которые дудосили лично меня, даже видео делал, потому что если бы не вы, ничего бы этого не было. Скорее всего. Но, ребят, то, что вы видели, это далеко не самое главное обновление. Самое главное обновление это исправление ошибок. Ну куда же без исправления ошибок? Мы не знаем, что там делали, но определенно там что-то делали. Ну а если серьезно, то самое главное, что изменили, это изменения в рейтинговой системе. Я думаю, вы прямо сейчас видите, да, эту надпись. Вот она сверху, самая первая. Это всего лишь одна строчка для вас. Ну на самом деле, это нечто глобальное. И вот это вот изменение в рейтинговой системе делали очень долго, и оно вышло просто... Ну и вот, плавно мы подошли к самому интересному. Это, ребятки, ММР. Я думаю, вы все заметили вот эту строчечку, что же она означает, как она работает. Прямо сейчас детально я все вам расскажу. Если вкратце, то ММР это ваш личный рейтинг. Как он работает? За каждую выигранную катку вы можете его повысить. За каждую проигранную катку вы можете его понизить. И очень интересный факт. То, что даже если вы выиграете катку, ну именно ваша команда, но вы будете играть плохо, вас могут понизить. И наоборот, если вы проиграете, ну именно ваша команда, но вы будете играть хорошо, то вас тоже могут повысить. Первое, что хотелось бы сказать про ММР, то что это слизная штука из доты. То есть в доте это уже придумали, поэтому, к сожалению, стендов, ну, не гениален в этом плане. Но, тем не менее, то, что он его реализовал, это гениальная вещь. И большое спасибо, потому что я лично очень долго ждал вот такого вот ММРа. Теперь нам с вами ясно, что надо делать для того, чтобы нас с вами повысили. Теперь ясно, с кем надо играть для того, чтобы повысили. И прямо сейчас я все это вам расскажу, потому что недавно вышел пост в официальной группе разработчиков. И там они рассказали, что, грубо говоря, для того, чтобы вас повысили, все, что вам надо, это то, чтобы в вашей команде был ранг, общий, суммарный ранг, меньше, чем в команде противника. То есть, например, если в вашей команде играют одни бронзы, в команде противника играют одни легенды. И при этом вы их выиграете, то шанс, что вас повысит, очень высокий. Ну и, соответственно, то, что их понизят, тоже очень высокий. Все, что надо сделать, это, ребята, всего лишь победить. Поэтому, если попались в высокие ранги, наоборот, радуйтесь, потому что за счет них вы сможете повысить количество вашего рейтинга. И чем выше ваш рейтинг, то тем выше ваш ранг. Грубо говоря, за каждым рангом закреплено определенное количество рейтинга. Например, 1600 рейтинга, это голд 3. Например, 1800 рейтинга, это уже голд 4. Ну и так далее. Ну а сейчас самое интересное, это, ребятки, секрет повышения. Вот разработчики прям так и написали, поделились с нами секретной инфой. А я, конечно, поделился с вами. Ну что же, читаем. Фактор 1. Это суммарный ММР каждой из команд. Это то, что я сказал. Грубо говоря, чтобы ранг вашей команды был гораздо ниже, чем ранг команды противника. Второе. Количество игроков в вашей команде. То есть, если, к примеру, вся моя команда ливнет, то шанс, что меня повысят, очень высокий. Ну, мне только надо выиграть, естественно. И фактор номер 3. Это личное достижение. Это означает, как я играю на протяжении катки. То есть, если я играю хорошо, а я играю плохо, потому что я кем-то пока, то меня вряд ли повысит. Но если ты, например, братанчик, играешь хорошо, если ты на первом месте в ММ, то тогда шанс, что тебя повысят, ну прям капец какой высокий. Но самое интересное, то, что это было и раньше. То есть, вот такая вот система рейтинга была и раньше. Просто о ней никто не знал. И никто не понимал, как она работает. И ходили легенды, загадки, что надо, чтобы было 2 человека, надо, чтобы было 3 человека. Надо, чтобы ты один играл или еще что-то. Никто не понимал, что надо сделать для того, чтобы тебя повысили. Ну, а теперь формула повышения найдена. Также в конце каждой каточки мы, ребятки, будем видеть с вами такую вот статистику. И это очень хорошо, потому что тут прекрасно видно, где мы играли в плюс, где мы играли в минус. Играли в плюс, это я имею в виду, когда мы делали киллы. То есть, мы получали рейтинг, мы получаем дофига рейтинга за каждой киллы. Ну, а тут видно, где нас кильнули. То есть, чем больше у нас киллов, то тем больше нам дадут рейтинга. Также разработчики написали у себя в посте то, что им надоело то, что все ранги это Сильвер 3. Посмотрите, самый популярный ранг это Сильвер 3. И они планируют понизить количество рейтинга для каждого ранга. Что это означает? Что теперь можно будет получить любой ранг гораздо легче. Это очень круто. То есть, вот вы видите статистику, вот это, что было раньше, а вот это, что они планируют везти прямо сейчас. Это очень круто и очень удобно. Также, ребятки, ввели новую систему штрафов. Что же это означает? Что если вы ливнете из скатки, то вас забанят на дольше, чем раньше. То есть, раньше она тоже была, но она была очень мягкая, очень добрая, очень лояльная к всяким нехорошим людям, которые ливали скатки и нас подсирали. Теперь всех этих людей будут банить на гораздо больший срок. Также, что немаловажно, ребятки, теперь изменили систему кика. Если вы будете очень часто кикать ваших тиммейтов, то вас тоже могут забанить. И это капец какой абсурд. Потому что, если мне, например, в трех катках подряд попадется читер, я кикну читера, ну, буду инициатором голосования. Это получается то, что меня просто-напросто могут забанить? Также, ребятки, есть одна очень важная инфа от разработчиков. То, что будут итоги сезона. И знаете, о чем рофл? Итоги сезона будут по самому высокому рангу за весь сезон. То есть, если вы, например, апнули легенду, не знаю как, потом слили ее до бронзы 1, то вам все равно дадут награду за легенду. Это прямо-таки написано в посте. То есть, это не я лично придумал. Также будет какая-то сезонная награда. То есть, например, мне за гол 3 могут дать какую-то награду. Поэтому, ребятки, я постараюсь как можно выше поднять рейтинг, потому что я хочу получить крутую награду. И мне очень что-то подсказывает, что очень скоро закончится этот сезон. Ну что же, братва, в принципе, я вам рассказал все. Надеюсь, вам понравилась эта информация. Также она была полезна для вас, потому что я рассказал все максимально детально. С вами был ваш Кентапк. Обязательно ставь лайк. Обязательно подписывайся на мой канал. И пиши любой хороший комментарий. Также вступай в мой телеграм-канал. Там есть инфа про новый скин, который мы будем бустить. Ну что же, всем удачи и всем пока.